Андрей, тогда передаем слово, кто у нас тут. Марина, ты здесь, ты слышишь? Да, да, я здесь. Ты сегодня без камеры, да, собираешься на чемоданах. Ты куда там, улетаешь на родину или с родины? Расскажи нам историю свою. С родины на другую родину, да. Нет, я могу выйти с камерой, ну, в домашней одежде, конечно, ну, ничего. Привет. Привет, привет. Расскажи нам свою историю. Ну, я... Мою историю рассказать, да? Всем привет, на связи Марина Гладкова и микрообзор, или как мини-обзор, да, по сообществу Форсаж, непосредственно по проекту «Трон» я хотела, ну, в принципе, хорошо. Я с подсказками, вот. А Форсажа слов немало человечество сказала. Мы, Форсаж, всегда с тобой и в воде, и под водой. На сегодняшний день это мой девиз. На самом деле, ну, действительно, можно сказать, что уже много, очень много говорят о Форсаже. И уже, когда просто кому-то говоришь, многие уже, а, да, слышал, а, да, знаю, о, да, круто. Почему? Потому что уже Форсаж как бы побил все рекорды на блокчейне Эфириуме, и буквально, ну, месяц назад, да, он стартовал на блокчейн «Трон». Естественно, не хочу выпускать такую возможность и хочу очень активно развивать сейчас на «Троне». Почему? Потому что криптовалюта «Трон» как бы на сегодняшний день очень доступна, и практически каждый может, ну, как бы вход в проект позволяет абсолютно каждому войти и реализовать свои цели, свои мечты, потому что у нас у каждого как бы в конечном итоге мы все равно все приходим в интернет для чего? Для осуществления своей цели, да, своей мечты. Вот. И все мы, естественно, в поисках проектов, да, ну, в поисках просто, да. И вот как раз сообщество, да, Форсаж, оно позволяет, вот, как я уже повторяюсь, абсолютно каждому. Что меня здесь привлекло? Знаете, видела много очень маркетингов разных, да, но вот чтобы все 100% сеть, такого не видела. Вот буквально сегодня девочка мне пишет и говорит, «Марина, пошли, пошли, 1% в день ты будешь иметь, там, партнерка хорошая или там, без партнерки, как хочешь». Я говорю, нет, 1% это мало, 100%. Вот это хорошо. Правильно, нам не надо 1%. У нас миллион человека, все 100% ушли ко мне на кошелек. Причем за распределение криптовалюты, да, ну, за распределение, скажем, денежных средств отвечает смарт-контракт, что, опять же, дает надежность, да, и нет никаких админов. Соответственно, я не переживаю, что я завтра проснусь, и исчезнет сайт, или они там собрали какую-то определенную сумму и сбежали. Ну да, им достаточно. Совершенно, ну, это не волнует, потому что я знаю, что я завтра проснусь, и все деньги будут у меня на кошельке, то есть то, что я заработаю. Марина, смотри, подожди, вот я тебе такой сейчас вопрос перебью, извините. Вот как ты думаешь, почему на данный момент за несколько месяцев в проекте вот «Форсаж» уже почти миллион, только на этом, вот 953 тысячи человек? Это ты слышал о таких проектах, которые там за такое время собирали столько людей? Нет, нет, да, ну да, это действительно такие рекорды «Форсаж», да, и причем, если мы говорим о матричных проектах, вот очень многие прекрасно понимают, что матричные проекты не доживают, да, буквально там 2-3-4 месяца, там, ну, 5, все, и они, ну, как бы утихают или... Ну да, да, а здесь все только развивает, все больше и больше. А здесь «Форсаж», он просто, вот я говорю, ну, реально идет вперед, и будет работать, и будет набирать обороты все больше и больше. Причем, несмотря на то, что пишут «Скам» или «Лохотрон» или еще что-то, это все просто... «Пирамида», смотри, Марина, а если вот тебя вот спросят, вот ты будешь рассказывать, например, своим там знакомым о проекте, и тебе скажут, ну, знаешь, этот... А может, этот проект «Пирамида» вообще? Как ты думаешь, «Пирамида» этот проект или нет, «Форсаж»? Как ты можешь ответить им? Ну, тут, смотря с какой стороны говорить о «Пирамиде», если мы говорим о «Пирамиде» вообще в целом, да? Со стороны смарт-контракта, вот как мы и говорили. Помнишь, как бы, изначально? Ну, это же не финансовая «Пирамида». Финансовая «Пирамида» — это когда все деньги наверху. Вот, у администратора, так сказать, вверху. Да, а здесь человек, неважно, с каким он ID, я могу сегодня зарегистрироваться заново и обогнать своего наставника в денежном эквиваленте. Вот именно. То есть, это не финансовая «Пирамида». Есть люди, которые зарабатывают больше, зарегистрировали совсем недавно, но они зарабатывают больше, чем те же самые первые админские кабинеты. Да, здесь абсолютно не показатель. Абсолютно не показатель, когда ты вошел в проект. Ты можешь начать сегодня и заработать свой миллион за короткий срок. Либо, если мы посмотрим тех, кто зашел в самом начале, вот, и... Причем, что самое интересное, здесь, если грамотно, просто грамотно, вот, особенно с нашим клубом, да, у нас есть... Ну да, командно. Как же, у нас есть клубная стратегия. Вот, и если двигаться правильно, да, в нужном направлении, то можно, причем за очень короткий срок, достичь хороших денежных результатов. И причем приглашая, ну, ограниченное количество человек. То есть с одним даже активным участником можно зарабатывать, ну, заработать очень, ну, неприличную сумму денег, да, скажем так. И тут еще даже, смотрите, ребята, вот как раз Марина сказала, что там даже те, кто позже заходят, и у них иногда даже есть преимущество, потому что здесь так устроен данный проект, например, вот этот, так сказать, X4 площадка, где на первой площадке вы получаете там все 100% от тех людей, которые заходят под вас. Здесь же, смотрите, друзья, вы еще получаете переливы от, ну, от всей команды, которая под вами, там, над вами, параллельно, там, перпендикулярно, без разницы. Здесь именно как раз вот командная работа и видна, потому что здесь вы можете вообще даже никого не приглашая, там, заходите, ну, вы будете получать от тех людей, которые снизу вас заходят, сверху, и даже люди, которые заходят позже, они становятся под сильного лидера, например, и лидер этот уже начинает им строить их, заполнять эти столы, и люди зарабатывают чисто на переливах, потому что есть даже такие кабинеты, где вообще ноль приглашенных людей, и они зарабатывают там свои деньги, и именно чисто вот в этом и реализованы как раз в X4. Так, Марина, а что ты скажешь, если, например, там, ну, тоже есть такие вопросы, вот человек скажет, ну, у меня нет денег, например, заходить, у меня нет времени заниматься этим, вот он очень занят, у него очень много работ, там, три работы, там, пять подработок, он пытается решить свои проблемы, зарабатывать на, как бы, он не знает про квадрат денежного потока Роберта Кийосаки, он не понимает, что именно на работах он никогда, ну, у него есть ограничение финансовый такой уровень, который он никогда не перепрыгнет и не закроет свои проблемы. Ну, что ты скажешь этим людям, которые скажут, ну, у них такая проблема, у них нет денег, как они считают, или там нет времени? Ну, на самом деле, мне, честно говоря, жаль этих людей, потому что начнем с того, что они просто ограничены, да, свои, ну, как бы, вот, просто ограничения стоят. Это убеждение такое, да? Да, вот эти ограниченные убеждения, да, это первое. Второе, я в любом случае, как бы, ну, человеку скажу, вот, давай я тебе вот расскажу, как можно, да, а решение все равно будет за тобой. В любом случае, на самом деле, возможность есть. Ну, тут можно даже просто, ну, примеры из жизни привести, да, вот, к чему-то вот мы не за, ну, мы же находим деньги вот даже на хлеб, на молоко, да, вот в любом случае мы же не будем там, а не будем заправить. На кредиты люди выплачивают тысячи долларов в месяц на ипотеку, люди на кредиты. Да, на кредиты, ну, я говорю, если брать примеры из жизни, тут можно очень много примеров брать, и, на самом деле, когда человек говорит, у меня нет денег, если раньше я еще как-то, ну, хотела убеждать там человека или что-то, ну, что-то доказывать или что, сейчас я считаю, что мое время, оно настолько драгоценно, и оно так быстро и скоротечно, что просто на этих людей. Я единственное, что могу этим людям сказать, хочешь, я тебе вот расскажу, дальше решение за тобой. Ну, да, тут даже так, если посмотреть еще с одной грани, можно сказать, ну, особенно те, которые курят, есть какие-то вредные привычки, ну, на то же курево в месяц уходит явно больше, чем на тот же вход в данный проект. И человек просто готов деньги вкладывать в то, чтобы себя, по сути, умедленно убивать, делать больным, готовить себя к тому, что он попадет в больницу, оплачивать, по сути, себе, как бы, ну, яд каждый день и убивать свое здоровье, свой организм. На это у него деньги находятся. Ну, опять же, да, вот такая привычка ограничивающая. Там, покурить я найду себе, там, что-нибудь какое-нибудь съесть, то, что меня там убьет, там, печень мою, как бы, или почки, там, да, или что-нибудь такое. Это, это пожалуйста. А если там, например, какой-то возможность воспользоваться и получить возможность реально там зарабатывать столько, сколько хочешь и не иметь никаких финансовых ограничений, люди не находят. Ну, с такими людьми мы тоже работаем. Мы, как бы, ну, уже больше там чисто психологически, как бы, общаемся, разбираем их мотивацию, подсказываем, как, на что там им сделать упор. И, как бы, ну, многие люди, они начинают видеть возможность. Естественно, не с первого раза, но тоже тут все зависит от того, как какие привычки они создают себе и как они потом их, ну, естественно, такие у них и результаты финансовые и вообще по жизни. Ну, ты сейчас, я так понимаю, едешь в Италию, да, там, возвращаешься, будешь, будешь уже в Солнечной Италии, да? Да, жду, с одной стороны, жду, не дождусь, потому что уже полноценно смогу работать. Вот, и, ну, вот поэтому, ребята, надо построить, вот для чего еще нужна вот эта вот сеть, да, чтобы построить команду, чтобы можно было даже, как бы, спокойно отдохнуть где-то, да? Не париться, что там твой начальник скажет, ты знаешь, тебе надо поехать куда-то, да, отдохнуть, а начальник тебе скажет, ну, ты отпуск в том году, да, летом уже отдыхал, теперь зимой будешь отдыхать. Да, да, вот я говорю, поэтому нужно выйти, да, на такой доход, чтобы можно было запросто не переживать и не думать, да. До свидания.